Невозможность получить ключи от собственной квартиры. Одна из причин массового оттока населения приобрести жилье может далеко не каждый житель из-за высоких цен. По данным Иркутскстата, недвижимость в нашей области, одна из самых дорогих в Сибири, цена квадратного метра в новостройке перевалила за отметку в 50 тысяч рублей. Так называемая вторичка, конечно, дешевле, но при этом и она почти не востребована зарплатами и ценами на жилье. Интересовалась сегодня Лада Рыбакова, а заодно выяснила, лучше ли ситуация в других регионах Сибири. Иркутская область – один из лидеров Сибири по уровню зарплат. Видит ли это население о своих расчетках и кошельках вопрос. Но официальная статистика такова – 36 820 рублей приходится в среднем на каждого работающего в месяц. Впереди нас только Красноярский край, там население получает почти на тысячу больше. С такой зарплатой и о собственном жилье подумать не грех. На обычную однокомнатную в новостройке жителю Иркутской области придется копить три года. Правда, откладывать при этом всю зарплату. Ведь наш регион на первом месте по дороговизне жилья без истории. 50,5 тысяч рублей за квадратный метр. Если сравнить цены и зарплаты в Новосибирске, то там работать на квартиру и больше ни на что не тратиться придется 45 месяцев. В Красноярске – 39. Как выход вторичное жилье. Здесь ситуация оптимистичнее. Всего 40,5 тысяч за квадрат в нашем регионе. И цена продолжает падать. Тенденцию отмечают во всех городах области. Вообще, по стоимости вторичного жилья мы на пятом месте в Сибирском федеральном округе. В лидерах – Новосибирская, Томская область и Забайкальский край. При этом в Иркутской области спрос на квартиры, бывшие в употреблении, невысок. Объект может стоять на продаже до года и дольше. Сделок в этом году вообще меньше, чем за тот же период в прошлом году. Росреестр зафиксировал спад на 7% на вторичном рынке и на 11% на первичном. Чтобы привлечь клиентов, застройщики устраивают распродажи и акции. А банки уронили ставку по ипотеке до уровня, который был 5 лет назад. Предлагают рефинансирование и самый низкий процент по страхованию. Но покупательского бума, похоже, не предвидится. Сибиряки не спешат вкладываться даже в популярное ранее долевое строительство. Если в прошлом году в Иркутской области подобных договоров за 5 месяцев заключили больше 3 тысяч, то в этом и до 2,5 не дотягивают. При этом официальная статистика показывает, что цены на недвижимость с прошлого года по всей Сибири почти не растут. В отличие от зарплат в Иркутской области только в первом квартале они прибавили 5,5%. В ТВ и того больше почти 14,7. Почему же при этом спрос на недвижимость, наоборот, падает? Ответ на этот вопрос статистика вряд ли даст. А выводы из цифр всем придется делать самостоятельно. Лазар Бакуа, Виталий Перетолчин, Виктор Черкашин. Новости по будням.